здравствуйте дорогие мои художники мы продолжаем тему батика мы уже натянули ткань на холст ссылочка в правом верхнем углу и сегодня мы с вами будем учиться рисовать город целый вот целую композицию составлять чтобы потом перевести на ткань и разукрашивать это уже доделанные работы детским они скоро заберут и поэтому я решила их показать сейчас то что потом уже вряд ли будут работы эти работы батик у меня делают детки из средних групп это начиная от первого класса где-то до 3 но там есть четвертые классы там буквально несколько человек вот это у меня вообще первый класс это первый год даже вот обучение девчонки только пришли очень города разные у всех разные композиции мы будем изучать я буду показывать три варианта композиции и вот как я буду вам показывать также я и вела урок то есть я сначала показывал три разных варианты потом уже дети выбирали что-то свое или из каких-то вариантов составляли уже свою композицию то есть другую уже вот это вот более сложно это у меня игорь 3 вот 2 или 3 класс я не очень хорошо сейчас помню у него уже такой дальний план речка достаточно сложную же работа амалия все наши работы сначала мы разукрашиваем в цвете но чтобы добавить изюминку и яркости то мы добавляем контуры контуры это вот из тюбиков да мы обводим какие-то крыши окошечки чтобы выделить главное чтобы картина стала поярче вот это вообще работа достаточно сложная композиция тоже и и буду рассказывать это как бы взгляд снизу до вверх вот на колодец из домов такое вот есть вот такие темные работы да тоже речка мостик вот так вот много много домов единственное что но какие-то бывают сливаются и не совсем дети смогли разграничить до разделить эти дома к сожалению у нас не так много времени мы занимаемся всего лишь один час в неделю и эта работа заняла практически восемь уроков и у нас но не было уже времени чтобы на бумаге отрисовывать в цвете иначе бы дети очень устали им надоела бы эта работа поэтому цвета они уже делали на самой картине тут уже ну кто-то промахнулся с цветом да кто-то все как раз получилось отлично вот это очень красивая работа это соня второй класс у нее такая зимняя композиция холодная скажем так ну вот это еще не додела но мне хотелось ее показать а что же интересно вот единственная девочка которая выбрала вертикальный формат да почему-то все в горизонтальном делали она именно решила все-таки вертикальному мне кажется очень интересная вещь получилось ну вот единственное что мы еще дорожку не выделили видите когда нет выделения то как бы пропадает у нас немножечко вот наш главный герой да а как только появляется выделение сразу вот эти вот вот например крыша да насколько она сразу становится яркой ну и соответственно мы также сделаем и девочку и собачку и дорогу и все у нас будет уравновешенным вот такая вот работа тоже вот такая уже более да здесь и ваню как раз он четвертом классе но пока он еще попал в группу с маленькими детками вот она тоже не совсем еще доделана то есть проработана только вот эта часть даже еще не закрасили птичек не успели так что сейчас мы с вами будем разбирать в карандаше композиционное построение городов и объемов домов мы не можем нарисовать сразу на ткани потому что если мы будем рисовать по ткани то с ткани ластик не стирается это будет очень грязно все и вообще это совершенно не не дело до сразу на ткани рисовать так как у нас композиция достаточно серьезная мы ее сначала делаем на бумаге да потом мы ее подкладываем вот так вот уже по ткань переводим и потом уже дальше начинаем заниматься именно самым настоящим батиком но перед тем как нарисовать вот это вот основа это детские работы единственное что перед тем как они начинают обводить я конечно своей рукой обвожу чуть-чуть поровнее все да то есть на самом деле оказывается что я также и обвожу как у них было нарисовано просто делаю больше вот четкости ну вот видите даже вот здесь какая-то шторка да то есть нарисована ребенком я ее обвожу под тем же самым формам да она в принципе остается то же самое только но более четко ему будет лучше видно потом под под тканью но вот это вот забыли просто забрать детки это вот они уже перевели но еще не забрали потому что дом они это могут разукрасить уже в карандаше как угодно вот такие вот еще раз до показу разные были работы но перед тем как начать рисовать на большом формате мы должны сначала сделать эскизы то есть мы должны вообще научиться посмотреть как вообще рисовать дома какие есть варианты это тоже вот детские варианты то есть то что мы сейчас будем разбирать то есть детки у меня делали три разных варианта это вот первый был вариант вот это был второй вариант который я показывала третий вариант и вот это уже то что ребенок придумал и потом перенес уже на картинку то есть его город который он уже сделал на большом листе мы начинаем именно с маленького листика Я буду рисовать вот на таком вот формате. Я, наверное, каждый вариант буду делать на большом формате. А так детки, они делили, мы делили вот так вот на 4 части листик. И по маленькому такому эскизику, чтобы не тратить много времени, да, и в то же время сразу все было наглядно. Но вот у детей были вот такие варианты. Первый вариант композиции, он самый простой. У нас нет дороги, у нас нет речки, моста. У нас есть просто прямая или какая-то немножечко извилистая линия земли. И прямо от этой линии у нас вырастают домики. Прямо друг с дружкой рядышком, какие-то за этими домиками, да, во втором ряду. Но было бы все так просто, если бы я, конечно, не усложнила своим детям задачу. Потому что я сказала, что мы должны рисовать не одну сторону домика, а чтобы у нас получалось сразу две стороны у домика. То есть одну вот мы какую-то линию тут провели. Если мы рисуем просто домик, то мы делаем, ну, какую-то вот такую, да, форму. Это достаточно просто, это и так все уже знают. А нам нужно нарисовать еще боковинку, то есть показать вторую сторону этого домика. Вот чтобы эта боковинка у нас смотрелась по-хорошо, и вообще наш домик смотрелся хорошо, мы должны запомнить такое правило. У меня, кстати говоря, есть урок более подробный по построению дома. Вот, ну, это там уже такое более серьезное объяснение. Это такое объяснение для совсем, как бы, ну, еще юных художников. То есть чтобы получился у нас правильный дом, с правильным построением, и было видно две стеночки, нам от центральной какой-то вот этой линии, которая у нас будет по серединке, да, бок какой-то, нам нужно сделать стрелочку либо вниз, либо сделать стрелочку наверх. То есть я рисую сначала бок домика, и потом делаю стрелочку. Единственное, что вот эти стрелки нельзя делать вот так вот слишком резко, тогда это будет очень чудно смотреться, то есть вот эта стрелочка должна быть такая еле-еле открытая. И что у меня получается? То есть если я делаю стрелочку вверх, то я на свой домик смотрю сверху. То есть это вот, например, если бы это были бы наши многоэтажки, да, то есть вот здесь вот это, вот эту крышу, мы ее видим. Ну, естественно, мы рисовали в таких домиках мало, мы в основном подрисовывали какую-то вот здесь вот крышу, то есть стрелочка вверх, это мы птичка, которая летит сверху и видит наши домики все сверху. Если же мы делаем стрелочку вниз, то мы как раз вот здесь вот внизу, вот этот вот человечек, то есть мы видим домик именно снизу, то есть если стрелочка вниз, домик снизу видим. Ну, построение крыши, это тоже мы все проходили именно на вот этом самом главном занятии. Я, естественно, это детям показываю, то есть чтобы построить правильно вот этот треугольник, мы должны разделить вот это расстояние пополам, поднять примерно на ту высоту, на которую мы хотим наш домик поднять. Ну и самое, вот с этим, если справляются практически все, то вот эта вот боковинка, она обычно вызывает сложности, потому что мы ее рисуем вот так вот, да, дети ее привыкли рисовать вот здесь вот ровно и сюда вот как-то так, да, подвести. На самом деле вот эта линия и вот это должны повторять друг друга в наклоне, да, то есть это должен быть одинаковый наклон, ну по правилам там, конечно, еще перспектива, но мы об этом тоже не говорим, это уже следующий этап. И, соответственно, вот эта линия должна повторять вот эту линию, то есть чтобы хотя бы у нас получилась вот такая вот, такой вот одинаковый ромб, да, такая трапеция. С такими крышами намного проще, мы просто берем какую-то там середину, мы можем ее даже загнуть, потому что в этой работе это может быть сказочный дом с какой-то съехавшей крышей, да, как шляпой какой-то, то есть здесь мы можем поиграть как угодно. Вообще и здесь мы можем тоже придумать что-то такое свое. Значит, вот такое построение, на чем я его показываю. У меня есть комодик, он с ящичками, и вот я, когда ящички закрыты, то мы видим вот эти все линии прямыми, да, и у нас получается, что мы не видим боковую сторону. Стоит нам открыть наш комодик, как у нас получается, что появляется вот здесь вот уголок, то есть я открываю комодик, и все начинают видеть, что да, вот эта линия, которая была вроде прямая, она вдруг превращается вот в такую линию, потому что при открывании, да, комодика у нас уже появляется вторая сторона, и вот эта вот линия вдруг вот из такой превращается чуть-чуть в угловую линию. То есть это чтобы наглядно показать, да, деткам, как это смотрится со стороны. И вот первую композицию, которую мы рисуем, это мы рисуем композицию с простой линией, да, земли, и выстраиваем вот эти домики, уже эта вот детская работа, уже с этой стрелочкой. Точно так же к этой композиции может подойти вот такой вот вариант, у меня, правда, в мастерской большой экран, и я показываю это все на телевизоре, то есть это, ну, достаточно объемно, да, хорошо все видно. Единственное, что здесь работа не совсем то, что мне надо, и я объясняю детям, что вот здесь вот ровная линия, а мы с вами будем делать по правилам, мы будем с вами наклонять линию. То есть не могут все дома быть на одной линии, да, здесь вот, например, вот это вообще сверху, да, это, то есть здесь такая сказочная композиция, мы тоже делаем сказочную, но мы делаем уже по правилам. То есть вот здесь вот, например, композиция просто отсутствия земли, да, сразу снизу мы вверх начинаем выстраивать домики. Как мы это делаем? Значит, мы рисуем какую-то линию земли. А, вот единственное еще, что хотела сказать, если мы рисуем стрелочку вверх, значит, все домики мы рисуем стрелочкой вверх, так лучше, да? Или же мы все рисуем стрелочкой вниз, то есть мы на все домики будем смотреть либо снизу, либо сверху на наши домики. Про окошки еще отдельно сейчас расскажу. И вот вам берем, ну вот всегда говорю, посередине лучше никогда не начинать, чуть-чуть что-то куда-то сдвинуть. То есть мы рисуем какую-то центральную линию, это боковая линия, потом делаем стрелочку, она может быть, кстати говоря, разная, то есть наклоны могут быть чуть-чуть разные, мы не говорим сейчас про ширину, про какие-то более такие серьезные правила, то есть наша задача запомнить, что если две стороны, то это должен быть уже наклон. То есть мы построили вот эту коробочку и дальше мы рисуем вот такую крышу, либо мы вот это расстояние делим пополам, поднимаем сюда на какое-то нам нужное расстояние, здесь мы соединяем и дальше вот эта вот сложная форма, то есть вот эту линию стараемся сделать параллельно этой, и эту линию параллельно этой. Дальше мы рисуем следующий домик, мы можем даже как сделать, вот например, сразу вот немножечко отступив, делаем следующую линию, например, повыше, опять делаем стрелочку, и можно даже ее завести вот туда, за домик, или же вот так вот не довести, но самое главное, чтобы они не вливались вот в какую-то из линий, вот это я все время называю как нюансное соотношение, то есть вот таких вот близких-близких нюансов или соединений лучше не делать, то есть это я все время стараюсь поправлять, я даже бы еще вот сюда бы отодвинула бы вот эту стеночку, то есть у меня еще какие-то стеночки, они могут быть широкие, да, дома, это уже вы решаете как хотите, вот, и у меня получается, что этот домик уже оказывается впереди, а тот домик уже оказывается сзади, ну, соответственно, подрисовываю какую-то крышу, может быть, это вообще у меня будет какая-то вот такая вот, вроде как круглая, но вот здесь вот с гранью, если тут у меня грань есть, Если я сделаю вот просто вот так вот полукругом, да, вот именно тоже, если снизу я смотрю, то у меня полукруг вот этот вниз, то тогда здесь у меня ровная вот эта линия, и вот этой вот уже не нужно будет полосочки. То есть это что-то тут ребенок придумывает. Ну и также с этой стороны, и, например, что-то мы можем потом поставить сзади, да, то есть мы, например, делаем опять какие-то три линии, но стараемся ни в какие вот линии не войти, да, то есть чтобы вот эти у нас полоски не сливались ни с какими полосочками внизу. То есть опять делаем какую-то стрелочку. Вот здесь я даже, наверное, не буду делать крышу. Или вот что-то, смотрите, можно вот так вот расширить чуть-чуть и соединить. Дело в том, что нехорошо, если наши дома подпирают наш верх. Но так как это у нас эскиз, мы можем себе позволить какое-то подпирание, потому что потом уже на работе мы будем понимать, что нам надо, значит, чуть-чуть опустить вниз. Потому что если домам будет тесно в композиции, композиция уже будет плохая. Ну и, соответственно, что касается дверей, домов, окон, здесь такая вещь. Значит, все линии вертикальные должны быть ровно вертикальные. А вот как раз линии, которые вверх и вниз показывают окошек или дверей, должны быть похожи на вот эту линию стрелки. То есть если эта стрелка вниз, значит и вот здесь у нас будет вниз. Здесь такой у нас наклон, значит и здесь будет такой наклон. Ну, честно скажу, дети первое время безумно с этим путаются, особенно первые, вторые классы, там третьи классы уже лучше. Но в конце концов, уже когда мы делаем даже работу, у них они потом даже дорисовывают окошки, которые, ну, хотелось вдруг добавить, они уже их дорисовывают правильно. То есть они намучились, но запомнили. Единственное, что нам нужно делать в батике, нам нужно оставлять достаточно большие везде расстояния. То есть если мы будем делать что-то очень вот так вот впритык друг к дружке, мы не сможем потом это залить резервом и вот здесь вот закрасить. Вернее, резервом-то мы положим, а вот тут вот закрасить уже не получится. То есть все наши формы должны иметь друг от друга достаточно большое расстояние. Тогда это будет хорошо получаться. И вот таким образом мы можем выстраивать нашу композицию. Мы можем даже, в принципе, и здесь дорисовать какую-то дорогу. Вот, например, у нас будет какая-то дверь, и мы можем такой волнистой линии с таким небольшим вот этим вот изгибом, не вот так вот прямо ровно вниз, да, а, во-первых, с расширением и с небольшим таким изгибом сделать какую-то еще дорогу. Ну, естественно, я говорю про детали, про всякие интересные вещи вроде фонариков, да, там разных окошек. Например, там какая-то овечка сидит, да, потом могут быть какие-то провода, например, какие-то часы. Все крыши мы сделаем каким-нибудь разным орнаментом, но это уже будет потом у нас, да, на следующей, на большой именно работе. То есть здесь нам достаточно вот так вот, ну, схематично прорисовать примерно вот этот вот город. Это у нас первая композиция. Вторая композиция у нас уже чуть-чуть сложнее. Это у нас уже дорога начинается. Вот у меня их, ну, у меня их много вариантов, на самом деле, что дорога, что вода, это примерно одинаково. Так видно? Так что я сейчас раскладываю. Значит, как мы работаем с дорогой? Ну, вот здесь вот, кстати говоря, вот на этой работе как раз немножко ошибка, потому что я говорю, что дорогу очень высоко делать не надо, потому что если у нас вот эта вот дорога будет уходить очень высоко от середины листа, то будет вот здесь вот сложно вот прорисовывать дома. На самом деле здесь не сложно, здесь нужно делать линии совсем уже по-другому, но это для малышей это сложно, поэтому я говорю, что подъем нашей дороги должен быть небольшой. Вот здесь у нас, например, и все, причем здесь вот у нас входит дорога в какую-то арочку. У меня очень много детей, кто делал вот именно такую композицию, когда делали какую-то башенку, да, и туда дальше мы продолжали вот этот вот проход. Или же, например, вот она просто уходит за дом, да, за какую-то эта дорога. То есть мы намечаем где-то примерно, вот у нас наш листик, то есть мы знаем, что до середины нам, выше середины нам не надо, то есть чуть ниже середины, либо с этой стороны, либо с этой стороны, И мы намечаем ширину дороги, которая будет вдалеке у нас по ширине. И дальше мы ее расширяем. Сначала мы можем ее расширить прямыми линиями. Всегда помним, что углы для нас это запретная зона. То есть в углы мы ничего не подводим. Углы не нужно акцентировать в нашей картине. То есть, например, здесь чуть выше угла, здесь чуть-чуть ниже угла. Но чтобы она не была совсем, можно и ровно провести. Если мы не хотим ровно, то мы можем сделать опять вот какую-то такую волнистую линию. То есть, можно даже, кстати говоря, и такую, но лучше, когда вот здесь больше похоже на букву S. Вот доллар, если представить себе. У меня сейчас, наверное, правда в другую сторону. Доллар. То есть, вот этот вот изгиб должен такой быть очень-очень узенький. Не широкий, а узенький. На самом деле, можем оставить вот так вот ровно. И дальше мы начинаем. Можно начать даже построение сразу от вот этого входа. То есть, от какой-то башенки. Да, вот она может быть у кого-то, у всех разная. И она может у нас не иметь, например, вторую сторону. И тогда мы делаем здесь ровную линию. Мы можем придумать какую-нибудь интересную форму. Там это уже детки, да, сами там придумывают какие-то варианты. Вот. И дальше мы начинаем строить домики относительно вот этой вот линии. То есть, мы, например, рисуем какую-то линию опять. Опять стрелочку. И подрисовываем стеночки. Повторяем все то же самое. Я сейчас не буду очень вырисовывать, да. То есть, опять какая-то линия. Опять стрелочка. И здесь еще что-то. Их может быть... Они могут быть меньше. И могут быть в большее количество рядов. Вот, например, вот в этой композиции сзади еще... Здесь вот город такой более, ну, менее, да, вот без каких-то объемов. То есть, тоже можно придумать какую-то тут, ну, эффект. Как будто там еще какой-то город у вас находится. Или же можно вдалеке, например, нарисовать какие-то деревья, да. Вот там вот сверху сделать такими вот интересными фестонообразными формами. Добавить еще каких-то деревьев. Саму дорогу мы разбираем либо, например, на камушке. Камушки у нас должны лежать вот так вот горизонтально обязательно. Потому что если мы начнем камни рисовать вот так вот как попало, они у нас не лягут на нашу дорогу. И это уже будет у нас ерунда. Причем в идеале вдалеке камушки это маленькие камушки. Чем ближе камни больше. Это уже линейная перспектива, да. Это мы еще не говорим про цвет, да. Что здесь должны они будут светлее, там темнее. Это мы уже будем говорить, когда мы будем разукрашивать. То есть сейчас у нас именно линейное построение. И вот таким образом мы дальше доделываем. Если вот эта линия очень резкая, то когда мы рисуем дом, мы можем даже какой-то дом вот так вот завести за это, да, здание. Потому что он как бы впереди находится. Поэтому мы его совершенно спокойно можем заводить. Здесь сейчас тоже так сделаю. То вот тут вот, конечно, например, такой же линии не будет. Здесь будет линия либо ровная как раз, либо даже может быть вот сюда чуть-чуть наклоненная. Но вот эту вот мы часть, я не акцентировала на этом внимание у детей. То есть мы доводили вот так вот. То есть не смотрели по нижней части. То есть на самом деле вот так вот, конечно, не должно быть. Вот. И, соответственно, точно так же мы прорисовываем окошки. Окошки могут быть разные. Они могут быть какарочными, да, какие-нибудь там овальненькими. Может быть, на какие-то домики. Но это уже потом на большом листе, да, мы их сделаем там в кирпичиках. Это уже вы будете сами, да, придумывать. Вот. То есть это у нас следующая, вторая композиция. И вот сейчас как раз, да, вот здесь вот то, что я говорю, очень высоко было. А вот здесь вот Маша сделала как раз нормально. Видите, от середины у нее это чуть-чуть ниже. И у нее еще добавляются даже вот еще у нее. Видите, у нее вот эта дорога, вот она еще добавила дорогу. Ну, с камушками здесь мы так уж кое-как нарисовали. Единственное, что когда одинаковые по размеру дома, я тоже говорю, что на уже основной композиции мы будем стараться дома делать какие-то побольше, какие-то поменьше. И чтобы они не были на одной линии. Ну, вот с солнцем, с облаками это уже можно будет придумывать, да, на последнем тут как угодно можно будет. Так, и следующий. А, вот, кстати говоря, вот к варианту такой же композиции. Можно, например, вместо дороги сделать вообще воду. То есть все то же самое, но здесь это тоже дорожка, да, вот как раз вот с этими изгибами. Вот как раз вот эти вот изгибы, да, которых я показываю. Единственное, что они просто больше вот сюда вылезают. То есть вот эта же буква С, но она больше вылезает именно в эти стороны, чем вниз опускается. То есть здесь вот такая вот часть. Причем вы можете ее повторить. И, например, вот здесь у вас как раз будут камушки, да, вот как на этой композиции. А здесь это может быть просто вода, например, да, или какая-нибудь брусчатка совсем другая. Кстати говоря, что касается деревьев. Деревица могут быть такие, и вы можете даже дорисовать какое-то дерево такое, я как это называю, дизайнерские деревья. То есть создать какую-то форму ему, да, и там уже внутри разбить на вот эти вот веточки. То есть вот как вот в этом варианте очень интересно. У меня, кстати, один мальчик примерно повторил такую композицию. У него тоже есть такой мостик, у него кошка, только кошка на мостике сидит. Вот, и вот единственное, что у него, кажется, луна не снизу, а сверху. Но это уже все детали. И всякие фонарики, это тоже все детали. Вот то же самое, да, то есть у нас есть вот этот вот какое-то разграничение. Единственное, что здесь добавляется толщина моста. С толщиной моста с малышами, конечно, говорить не нужно, но просто сделать воду вместо дороги вполне мы можем. Оставив, например, вот какой-то повтор вот этой вот линии, и это у нас уже будет с вами берег получаться. Так, и третья композиция самая интересная. Ее очень многие, ну, вообще им понравилось. Это вот эта вот центральная композиция, которую я именно объясняю. Ее не обязательно делать в квадрат. Ее, ну, вот я показываю как раз работу, она была в прямоугольник. Здесь все зависит от какого-то центра схода. То есть либо это мы берем точку посередине, либо мы чуть-чуть эту точку смещаем в какую-то сторону, ну, и от этой точки мы прямо делаем вот так вот в разные стороны лучи. Причем неважно, на каком вы наделаете их расстоянии. Это все можно будет потом доделать. Единственное, что вот тоже в угол желательно не отправлять никакие линии. И дальше вот из этих линий мы как раз начинаем делать дома. То есть вот, например, я беру линию. Это у меня бок дома. И от этой линии до других линий сразу делаю вот так вот стрелку. Но здесь вот стрелка только вниз, может быть, потому что это вид снизу. И здесь я уже дорисовываю дом. Вот тут я даже могу, можно по этой же линии, но мне хочется, чтобы у меня чуть-чуть больше было вот здесь вот потом воздуха. Я чуть-чуть сделаю покороче, и у меня будет вот так вот крыша. Точно так же я подрисовываю здесь окна. Разные, может быть, отсюда пойдет дверь. Опять мы помним, что вот эти линии параллельны вот этим, а эта линия параллельна вот этой. А все наклонные должны быть похожи на соседние вот эти, которые уже с этой стороны находятся. Дверь, кстати говоря, можно приоткрыть чуть-чуть. То есть уменьшить вот этот вот, например, угол. И тут у вас будет либо свет, либо тень, и уже будет какой-то интересный эффект входа в картину, в пространство. Может быть, даже какой-то подрисован балкончик. То есть мы прямо вот так вот, например, к низу окошка или еще ниже подрисовываем прямоугольничек. Ну, вот эту нижнюю линию можно стереть, и там какие-то полосочки. Но, опять же-таки, не мельчим очень сильно. И вот таким вот образом мы дальше берем, например, вот у нас дом еще. Единственное, что стараемся не делать по одной высоте. То есть, например, какой-то домик у меня будет пониже, какой-то повыше. Опять довожу до этих линий. Если линии слишком мало или слишком широко получается, никто вам не мешает добавить еще одну линию и сузить ваш домик. Да, вы, в принципе, можете даже вот таким образом, например, разделить ваш дом. И он у вас, например, будет такой многоэтажкой стеклянной. Да, то есть вот с такими, может быть, даже разноцветными стеклами, как мы делали. У нас был город, помните, космос и просто город был. Вот мы такие рисовали, только не в таком ракурсе. Да, но похоже очень. То есть такой дом. Мы можем добавить дом и посередине где-то. Да, вот как будто там дом. Мы можем вместо дома добавить там и дерево. Завести его вот так вот за один домик, за другой домик. То есть, может быть, оттуда у нас дерево какое-то. А можем и добавить еще домик. Вот, например, если я возьму отсюда. Я возьму здесь вот центральную. Здесь делаю стрелочку. Вот как раз отсюда еще доведу, чтобы не было совершенно широко. И у меня, например, будет еще вот домик, который будет за этим домиком. И вот таким образом мы продолжаем делать наши дома, большие или маленькие, там с разными крышами. Да, что-то вот интересное придумываем с окнами. И вот такие композиции. Они, на самом деле, дети сначала очень пугались, но потом у всех получились вот эти вот работы. Здесь не обязательно много рисовать домов на вот этой вот. Это пробный, да, вариант. То есть, здесь мы просто пробуем. Ну, вот единственное, что стараемся их все в одну точку не засовывать, да. То есть, чтобы между ними все-таки было какое-то расстояние. Вот. И после того, как дети нарисовали этот вариант, да, самый, как скажем так, сложный вариант с дорогой, прямой вариант, то потом они уже придумывают свой какой-то вариант. И вот здесь вот уже, я не помню, это Настя на работе. Вот Настя уже в итоге придумала, что у нее будет, да, вот какая-то дорога, только не так высоко. Но дело в том, что здесь больше даже соединение двух вот этих композиций, потому что здесь вот она, эта прямая линия, считаете, да, чуть-чуть с сгибом. И просто есть какой-то проход, от которого уже идет вот эта дорожка. Кусты на переднем плане. Это мы уже на большой работе тоже разбираем, добавляем что-то, дополняем, если очень много пустого места. Наверху там просто облачка, но она чуть-чуть по-другому сделала этот верх в итоге, на итоговой работе. Вот, то есть в этом заключается у нас основа, наша подготовка. И сейчас мы будем переносить одну из наших композиций на большой лист. Я буду рисовать на формате А3 и буду делать вот эту композицию. На самом деле, чтобы перенести вот такую композицию, не обязательно ее брать именно вот с эскиза, да, ее можно уже сразу здесь распределять и уже смотреть, как она здесь будет смотреться. А какие-то вот такие вот композиции лучше именно переносить следующим образом. Я сейчас покажу это именно вот как бы вот с этой маленькой, с Настиной, да, вот ту, которую она выбирала. Я покажу, как перенести на больший формат, то есть чтобы сохранить те же самые пропорции, те же самые размеры. Это вообще относится к любым переносам рисунка, да, то есть это, скажем так, деление на клеточки. Но мы не будем делить вот так вот просто на какие-то клеточки. Мы делим сначала пополам, то есть крест-накрест, саму картинку маленькую, и точно так же мы делим крест-накрест большую картинку. Мы уже видим, да, на относительно, вот, например, нижнего, я сейчас сделаю здесь пожирнее, относительно нижних вот этих двух квадратов, на каком уровне у нас находится земля, да, то есть здесь у нас мы можем даже еще вот каждую разделить на какой-то там квадрат или прямоугольник, да, и уже смотреть, например, у нас земля выше или ниже. Но земля это такая, ну, не очень серьезная вещь, да, вот эта вот линия. То есть единственное, что мы можем для себя сразу уяснить, то есть от середины у нас где-то вот здесь находится вот этот вот проем, да, вот где у нас будет между домиков проход. И мы, например, вот здесь вот уже можем наметить эту какую-то линию, то есть она у нас находится по середине, да, вот этого вот нижнего прямоугольника. Соответственно, точно так же мы делаем с домами. То есть вот у нас есть квадрат, да, и вот нам, например, можно начать с этого дома. То есть у нас этот дом, он практически посередине, ну, чуть-чуть завалился, да, мы его завалившимся делаем. То есть мы примерно повторяем вот эту вот линию, примерно повторяем вот тут-вот, как у нас идет наклон. Кстати говоря, здесь наклон прямо вот сюда, к этой линии. Сама не совсем правильно сделала. И вот у нас этот домик у нас получается где-то на вот этом вот уровне. То есть мы отталкиваемся от каких-то основных домиков. Ну, вот эти уже можно тут на самом деле достраивать уже примерно, да, как вот они у нас есть, вот эти уже домики. Единственное, что если что-то у нас подпирает слишком вверх, мы это немножечко уменьшаем. Ну, и точно так же мы можем посмотреть, да, в какой у нас уголок уходит дорога, то есть распределить эту дорогу. Но вот такой прямо совсем вот стопроцентный перенос нам здесь, конечно, не нужен, потому что на большой работе мы уже будем разбирать это более все серьезно, да, более конкретно. То есть мы можем оттолкнуться только от вот этой вот центральной линии, чтобы понять, где у нас находится, например, какой-то центральный главный дом. А я буду сейчас рисовать на вот этом листе вот эту центральную композицию с видом снизу, прямо на колодец из этих домов, вот что у нас в Питере очень часто встречается. Точку еще раз говорю, можно поставить в любом месте, хоть в середине, хоть где-то сбоку. Если брать по вот это, здесь еще такие извилистые линии, я тоже их поделаю вот не совсем ровными, а более извилистыми. То есть точку не буду совсем по центру ставить, смещу чуть-чуть. И точно так же прямо отрисовываю линии за счет руки. Вот не пальцами вот так вот набираю, то есть я все время говорю детям, длинные линии мы рисуем за счет руки. Вот опять ушел в угол линия. То есть я держу карандаш ровно, я не двигаю его пальцами, прикладываю руку к листу и вот так вот просто провожу по листу полоски рукой. И как я показывала на маленьком варианте, вот сейчас из этих лучей я уже буду составлять дома. Какие-то шире, какие-то уже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот я нарисовала композицию. В идеале, конечно, взять цветные карандаши и разукрасить, например, где у вас будет небо, где, какие дома, какого цвета, чтобы вы уже понимали более-менее, что у вас будет в итоге в вашей работе. То есть я вот сделала... Это я сейчас типа небо закрашиваю. Я сделала два таких прохода, то есть чтобы небо чуть-чуть выходило вот сюда и вот в эту вот часть, то есть такой вот линии. Это я все практически закрыла домами, даже вот где-то достроила дом сзади. Если вы обратили внимание, я всегда старалась, чтобы линия не сливалась ни с какой линии, да, то есть чтобы линии боковые вот этих вот домов не сходились. Вот, да, если продолжить, то есть все остальные линии, они чуть-чуть смещены. Точно так же интересно, более интересно, если вы домики, деревья не вот так вот засовываете, да, в этот промежуток, а именно запускаете, например, за один какой-то дом и заводите за другой. Или же вы просто каким-то кустом вот так вот перекрываете какую-то часть. Можно даже, смотрите, сделать, например, вот этот дом впереди, да, если он впереди, здесь крышу потеряла, заштриховала ее тоже. То есть если этот дом впереди, вы можете из-за того дома тоже добавить там какое-то дерево. Но вот здесь вот я не очень хочу, чтобы эту арку не закрывать. Вот где это можно сделать. Здесь тоже у меня арка получается. Ну, вот, ладно, давайте все-таки здесь сделаю. То есть как будто бы вот тут вот какое-то у нас еще деревце находится. То есть за тем домом еще, например, какое-то деревце растет и чуть-чуть прикрывает вот этот вот дом. То есть все окна, да, у нас все вот эти вот линии, они повторяют вот эти линии. Я сказала, что я сделаю больше вот этих вот закругленных. На самом деле пока делала, я забыла. То есть если вы хотите не совсем такое ровное, да, вас никто не мешает взять и вот вообще исправить все эти линии, да, чтобы интереснее, например, дома были. Единственное, что помним, смотрите, какие у меня... У меня достаточно большие расстояния между... Ну, вот здесь вот это окно будет на самом деле плохо смотреться на такой линии. То есть по идее оно тоже должно повторять вот эту вот линию. То есть как здесь у нас, так и вот тут вот. То есть повтор той же самой линии. Даже если мы будем делать пересечения в окне. Ну, конечно, я это детям все помогаю. Такие вот моменты, потому что это сложно все это вот это вот понять, представить, да, как должно быть. Потому что по идее раз я вот здесь вот сделал, значит и тут у меня окно тоже должно вот эту вот линию повторить. Там балкончики. Вот какие-то детали, ну, дизайновские, да, дизайнерские, да, более мелкие, то есть вот типа таких. Это можно даже делать уже потом на работе. Точно так же на работе можно, например, разделять на кирпичики, да. Единственное, что если это маленький ребенок, то лучше, конечно, сделать на бумаге и потом перенести этот рисунок. Если мы рисуем кирпичи, у нас точно так же вот это все линии будут повторять вот эту верхнюю линию. Конечно, при более взрослом рисовании у нас как бы должна вот эта линия чуть-чуть сюда наклоняться. Но это мы сейчас такую не усложняем себе работу. И кирпичики мы прорисовываем, то есть мы даем какой-то вот этот размер. И следующий уже ряд у нас пойдет между вот этими, да. Но вот здесь вот это очень маленькое расстояние. Здесь можно даже просто оставить полосками, наверное. У меня здесь очень мало вот таких частей осталось. Вот здесь вот может быть еще можно. То есть где можно сделать кирпичи? То есть сначала мы делаем вот эти вот линии. Здесь я тоже как бы открыла дверь. Вообще открытые двери, они всегда очень хорошо. Вот я их, видите, запустила, вдруг вот тут тоже в угол уходит. Не очень хорошо, лучше сдвинуть. И когда мы какую-то линию рисуем, мы все время отталкиваемся от вот этой вот точки. То есть если мы ее сдвигаем, мы именно отталкиваемся от этой линии, чтобы не просто куда-то непонятно как сдвинуть, а именно идем от этой полоски. Там двери могут у вас быть тоже с каким-то рисунком. Но какая линия сверху, точно такие же у вас полосы должны быть именно на дверях или на каких-то предметах. То есть вот здесь вот если, например, я тоже сделаю, то есть даже вот эта линия, она повторяет вот эту линию. И вот так вот между я уже доделываю эти кирпичики. Их не обязательно разукрашивать будет разными цветами, здесь уже можно будет так на глаз делать. Это уже можно будет сделать за счет вот этих вот контуров, которые у нас есть. Вообще вот здесь вот не хватает какого-то дерева. Вы можете прямо вот такими линиями неровными показать, как будто тут куст какой-то растет или тоже дерево. То есть показать несколько веток еще, да, и от этих веток добавить веточек. Вот, то есть в принципе композиция-то готова и нам сейчас останется ее перенести на ткань. Значит, ну соответственно, вот эта вот бумажка у вас должна быть под размер самого подрамника, ну или чуть-чуть поменьше. Мы ее подкладываем вниз, если мы ее просто вот так вот внизу оставим, то будет слишком большая высота, да, вот здесь вот. И мы не четко проведем там, где надо. Поэтому вы должны вниз подложить какую-то книжку, что-то, да, под высоту вашего подрамника. То есть мы подкладываем книжку, например, там сначала с одного угла. И начинаем прямо вот там, где у нас, да, вот здесь у меня уже жестко, а здесь мягко. И начинаем аккуратненько переносить рисунок. Я рисовала до этого сумасшедшим мягким карандашом, у меня был H6B. Сейчас я, конечно, беру карандаш пожестче, это просто HB. И аккуратненько вот так вот прямо по тем линиям, которые у меня есть, начинаю обводить. Не бегаю никуда, то есть я прямо вот постепенно, я взяла эту, да, стеночку этого домика. Именно с этой стеночкой занимаюсь. Я что-то могу изменить. Да, может быть мне там не нравится какая-то линия, да, то есть совершенно спокойно можно что-то поменять. Вот, например, вот здесь можно, нет, здесь вот я сделаю прямую линию, а здесь можно будет даже, кстати говоря, изогнуть. Если вы вдруг потерялись и забыли, что вы обвели, а что вы не обвели, то это очень просто сделать. Вы чуточку-чуточку приподнимаете, вот видно сейчас в кадре. Вот если немножко приподнять и посмотреть под определенным углом, то становится видно рисунок есть, ну, где обведенный, а где не обведенный. То есть, например, какие-то полоски я там не обвела, но я не буду эти полоски обводить, они мне не очень нравятся. То есть, если что-то вдруг вы пропустили, вы приподнимаете и смотрите немножечко сбоку. И вот таким образом мы все обводим. Вот, например, здесь хочу изменить, сделаю вот такую крышу какую-нибудь. Мне не очень нравится этот вариант. Слишком все у меня ровное получилось. Хотела сделать больше с изгибами. И поехали обводить. Вот книжку, когда нужно сдвигать, да, мы аккуратно, вообще даже когда приподнимаем, мы всегда следим, чтобы положить и начинать обводить, именно чтобы совпадали предыдущие линии, потому что иногда дети сдвигают очень здорово и не совпадает, и все там едет. То есть, когда мы передвинули книжку в другую сторону, да, мы посмотрели, чтобы у нас вот эти вот все линии, которые ближние, да, они у нас совпадали с тем, что мы уже провели. И дальше точно так же продолжаем обводить. Вот я обвела. Вообще, чем я люблю вот эту работу с детьми батек? Дело в том, что здесь столько много разных этапов, что ребенок не устает делать одно и то же. То есть, если мы это делаем почти, да, там два месяца, но один раз в неделю, то есть, в принципе, два месяца ребенок работает над одной работой. Но он сначала рисует на бумаге, да, потом он это обводит на ткань. И вот следующий этап, который, это нам нужно закрепить вот эти вот все наши контуры специальным резервом. То есть, это специальным клеем, который проклеит ткань насквозь. И потом можно будет совершенно спокойно заливать цвета, и цвета не будут смешиваться. Вот дело в том, что вот этот вот резерв, который объемный, он из тюбиков, да, сейчас я это все покажу, он не очень хорошо закрепляет ткань. Поэтому из тюбиков делать контур нежелательно. Здесь, конечно, либо это надо будет много раз возюкать так, но это может быть не очень ровно. То есть, здесь специальный резерв, такой, он единственное, что он вонючий. Я все время детям говорю, ну, одно занятие мы с вами повоняем немножко. Но, по крайней мере, он хорошо прокрывает. Вот он вот здесь вот как раз, вот, Варя не доделала чуть-чуть. Он еще имеет разные цвета. То есть, это может быть зеленый, синий, там, золотистые бывают вот эти резервы. Есть прозрачные. Чаще всего это прозрачный клей, прозрачный резерв. Но для детей я его не очень люблю, потому что они его плохо видят, как они его проложили. И потом может получиться, что они обвели где-то, что-то не соединили, и краска будет вытекать. Поэтому для детей я больше использую разноцветный резерв. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ